Друзья, перед началом моего видео я хочу поделиться с вами офигеннейшей новостью. Я наконец-то дошла до этого, я открыла, я воссоздала собственную группу ВКонтакте, я очень давно к этому шла, и я буду кидать туда всё-всё-всё, что связано с тематикой моего канала, то есть это вообще всё подряд, всё, что мне нравится, всё, что меня привлекает. И, в общем, если вам будет интересно послушать мои излияния, посмотреть фоточки, посмотреть, чем я занимаюсь, чем я живу, и пообсуждать со мной всякие интересные темки, то ссылку оставлю в инфобоксе. Привет, дорогие друзья, и немного щенячего восторга от меня. Я не могла не поделиться с вами этим, и это видео не запланировано, но, поверьте мне, я обложила себе такие классные продукты, что я просто не могу молчать, меня просто распирает, поэтому, если вам интересно, что уже так произвело у меня впечатление, то давайте с собой. Многие из вас знают, насколько сильно я люблю масла и вообще натуральную косметику, что я заменила большинство своих кремов для тела, для яиц, а именно маслами, и эффект мне безумно-безумно нравится, но я обнаружила себя настолько дешёвые, настолько классные продукты, большие по объёму, доступные для всех, для всех-всех людей, и действительно, я удивляюсь, как я раньше покупала дорогие масла, и почему-то такого сильного эффекта, как вот эти масла, они мне не давали, я не знаю почему, в общем, прошу любить и жаловать знаменитые масла из фикс-прайса. Почти все ночные крема, как и дневные, наверное, вызывают у меня воспаление, они забивают мне поры. Я приобрела вот это облепиховое масло фирмы Апплотекса, соответственно, и оно, кстати, офигенно пахнет облепихой, это непредаваемо. И здесь 100 мл, это вам хватит, не знаю, на полжизни, если вы будете мазать только лицо, допустим. И оно питает и смягчает кожу, и что мне понравилось больше всего, восстанавливает кожу, повреждённую вследствие солнечных ожогов. Также применяется для профилактики укревой сыпи, то есть, соответственно, оно для жирной кожи абсолютно подходит, но, не знаю, оно абсолютно лёгкое, оно не забивает мне поры, вообще у меня не появилось. Вода солнечных ожогов это очень актуально будет, наверное, летом, потому что у меня фотоаллергия, в общем, как это называется, когда аллергия на солнце. Следующее масло у меня касторовое, и я использую его немного реже. Кстати говоря, по составу состав состоит из одного ингредиента, то есть, само название масла. Я использую его в основном как, как это традиционно, для масок волос, но чаще всего я использую его в качестве смягчителя для пяточек, для локтей, для каких-то грубых частей моей кожи, и здорово помогает под тёплый носочек ночью самое то. Для волос он мне немножко не подходит, так как мне очень тяжело его вымыть из своей головы, приходится мне его прям 3-4 раза, поэтому для меня не очень, хотя масло отличное. И последнее масло, это масло просто must have, наверное, этой зимы, и, наверное, лета, и весны, и вообще всей моей жизни. Это миндальное масло от фирмы Mirolo, купленное там, но также 100 мл, оно у меня вообще универсальное. Оно идёт у меня как для волос, так и для тела. Я использую её в качестве крема для тела. Здорово смягчает. Также я использовала в качестве крема от Ваза на ночь. Но лично вам не советую. Говорят, что миндальное масло убирает нишки под глазами, синяки под глазами, отбеливает кожу. Но понятное дело, что как и любой жирный крем, так и масло, оно вызывает вот такие утром при пухлости. Поэтому если вам надо утром куда-то сбежать, то, конечно, не вариант. Для всего тела идеально. И также, самое главное, это я использую на всю длину волос. Я перед митингом головы делаю маску и просто вот на кончике, на вот эту часть волос наношу. Волосы мягчайшие, волосы блестящие. Они настолько гладкие и послушные, что... Я не понимаю, как за эту цену, за эти 40-49 рублей, можно делать такие продукты. Серьёзно. Я не понимаю. Я куплю себе, наверное, ещё штук 5 про запас, пока они ещё есть. Потому что всё, что мне нравится, и всё, почему-то снимают с производства. И серьёзно, мне даже крема никакие не нужны. Я не хочу к ним возвращаться, по крайней мере, пока мне мой обычный дневной крем нечестная линия. Потому что макияж на масло не наложишь. Но если бы была такая возможность, я бы с радостью всё бы не... О, у меня ещё лежит репейное масло, я не заметила. Ну и репейные масла тоже фирмы Мирола. Это вообще... Каждую неделю я пользуюсь этим и полную поступку. В общем, друзья, дёшево не значит плохо. Я вообще раньше думала, что дорогие масла, это хорошие масла, серьёзно. Я собираюсь закупиться ими очень-очень практично. Поэтому, если вы хотите испытать мой восторг, или не испытать восторг, а вдруг вам не понравится, тогда пишите в комментариях, пишите свои мнения. потому что, может, у меня одно и не так нравится. Но я знаю точно, пока они есть в продаже, я буду их покупать, покупать, покупать. Так что такое незапланированное видео. Так что, друзья, если вам было интересно послушать мои восторги, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok